приятного временипрепровождения с вами козел альпийский это второе видео серии быстрое литье терминаторов сегодняшнее видео будет называться литье в чулочные формы да вот чулочная форма этого то что я показываю то есть вот например ноги видите то есть вот оригинальные ноги напечатал я их на 3d принтере видите сами какое качество не хуже оригинального пример оригинальные ноги вот напечатанные как видите качество абсолютно такой же думаете если покупать или принтер не думайте покупайте но вот пример мне пришлось отказаться 3d принтер у меня мощнейшая аллергия на фотополимерную смолу просто сыпь на теле такая как оперение у райской птицы поэтому я но напечатать все что хотел я напечатал поэтому как бы грех жаловаться 3d принтер себя окупает ну давай сновить резким ведь так вот это оригинал матрица вот и тут я называю и унитаз это тартаросовский терминаторский этот грудак тоже напечатанный ну так вот как выглядит форма вот это называется чулочная форма обмазывается силиконом тоже как тем как нибудь сниму но я думаю что уж если кому-то не втерпел что сообразить как это делается главное берите дорогой силикон не за 100 200 рублей здесь первое правило это покупать дорогие компоненты и второе не экономить ни в коем случае не экономьте формы вечные у вас будут с этой формы и она 50 терминаторов отлил 50 ног если не больше она вообще не пострадала если форма там надорвалась взяли просто положили деталь внутрь ну допустим понимать не они от этого вот от этой вот положили деталь внутрь подмазали силиконом застыла снова с рабочей формы формы не выбрасывайте ни в коем случае вот так ну без лишних слов да это видео немножечко было поподлиньше чем то то оно было спонтанное предыдущее самый простой льем чулочную форму вот мой пистолет стержень уже заряжен чтобы было видно сколько уйдет начинаем лить ноги начинаем всегда с носков ботинок проливаем проливаем пятку ведем по кости от значит лодыжки к колену от колени к берцовой кости смотрим чтобы вверх силиконовой формы стал окрасился клеем вступил с ним реакции вот у нас потихонечку закончился расплавленный полимер ждем вот так вот уже просто держим и ждем пока он снова не позволит нам нажимать далее у нас есть вот это как ее звать табард вот этот табард металлический что делаем так нагибаем форму вот он там внутри засовываем туда нос экструдера нажимаем аккуратненько здесь надо чувствовать этого со временем придет может быть не за один день если не за один день не за один месяц даже я говорю я лью очень много с 15 года поэтому время никуда не торопитесь у вас вся жизнь впереди лишнее собираем не повторять я козел у меня копытом не можно помните полимер очень горячий если вы не работали на заводе со станками которые тоже пластик или еще что-то льют голыми пальцами лучше не делайте лучше дождитесь и потом как предыдущем видео ножиком вот таким ножиком счистите бахрому я значит сразу делаю это пальцами меня кожа толстая образ жизни обязывает стать толстокожим вот отлили теперь вторые ноги что это у нас за ножки такие думаю отольем мы вторые ножки гвшные вот такие гвшные ножки отольем все то же самое раскрываем форму льем от носка ботинка к пятке проливаем смотрим чтобы полимер достиг обратной стенки чулка от значит щиколотки коленки от коленки к берцовой кости к тазу проливаем и следующая нога такая же не надо торопыжничать не надо торопыжничать это как стрижка животных мама мало ли кто знает не надо торопыжничать потому что в случае чего запорите работу на на долго у меня очень долго не получалось не выходило потому что я брал неправильный силикон неправильные полимеры еще раз говорю заклинаю вас не покупайте фикс прайсе полимеры вот эти стержни ни в коем случае вы убьете экструдер это просто дерьмо я не люблю таких резких слов но это просто дерьмище то что продается фикс прайсе в любом строительном магазине заходите берете стержни если есть возможность берите крепкие стержни пачка примерно 100 рублей стоит из 8-10 таких стержней или закажите в интернете там все это есть теперь грудаки вот грудак терминаторский грудак вот здесь он так вот раскрывается берем и второй стержень первый стержень кончился ровно на две ноги его хватило на 4 на 4 терминаторские ноги так вот начинаем мы лить не с решетки а с фронта из грудака с лицевой части поближе покажу видите вот промазываем здесь все аккуратненько так промазываем если даже полимер немножко под застыл носиком видите экструдера носик металлический и можно разогреть и подлить это все приходит с возрастом я знаю меня смотрят люди разных возрастов но как бы тут чем вы старше тему вам проще будет я например до 20 лет вообще ни хрена не умел ну только рисовать умел потому что тренировался как черт больше ничего не умела вот ближе уже к 30 уже стал уметь гораздо больше так что если вам 20 лет не расстраивайтесь вы тоже можете научиться может быть одаренный не они как я с копытами вот один грудочок мы отлили опять собираем все это откладываю сторону попробуем вот этот вот унитаз отлить видео на меня из двух половинок хоть как вот это верх и обычно вот так собираю с этими фонариками внизу ну вот давайте посмотрим видите вот так вот фонариками внизу собрал мне такой терминатор с рукой от арка такой на лесопилку в его камне вам пилил в дрова мне такой дядька вот я бы радовался во второй вот такой виде с короной тоже пил кулаком таким есть у нее черепок не пролился как будто ему орг череп украл за доспеха но я так придумал вот такой термос значит где у нас у нет форма буду не тазик козлина помнит он точно находил их моя коронная фраза сейчас я немножечко потуплю ну вот это задник правильно а я я и наверное не нашел вторую часть то ну ладно не будет в этом видео сегодня этой штуки отольем и тогда вот такую вот формочку вот видите как немножечко не подготовился но я прошу прощения не спонтанно это все не то что не спонтанно выдалось мне время не люблю я заставлять людей ждать по плану сегодня должно было выходить видео о моем хозяйстве и пожалуйста те кто подписывается на литье я вас не агитирую смотреть но не не спрашивайте почему там выходит как я пасу зверей а не то как я лью там маранонских орков да будем лить мы маранонских орков скоро потому что ну канал он не они о литье и не о чем-то там не только вернее литье канал обо мне о всех моих интересах поэтому на нем будет выходить как бы все все что связано со мной вот эту руку мы уже с вами лили где наш этот самый то бах-бах вот он льем бах-бах от ствола к обоими дальше кулак от кулака к локтю от локтя к плечу смотрим чтобы полимер 1 касался краев формы там видно но это со временем с опытом придет поймете о чем я говорю где-то у меня был просто кулак обычный вот он обычный кулак нам как бы нужно четыре руки лить форма иногда если не очень долго не пользоваться например год или там ну может даже и полгода они бывают немножко зарастают все-таки силикон он для изоляции используется да можно ли использовать белый силикон да можно но есть нюансы во первых вам не будет видно он не прозрачный да во вторых вам ну не видно что вы льете во вторых вам не видно будет как разрезать форму можете разрезать по рисунку например по аквиле и все равно будет литьевой шов а так в принципе если что-то такое вам надо заформовать белый силикон подешевле но опять же говорю не надо экономить берите дорогие баллоны то есть тысячу рублей например баллон силикона стоит берите его за тысячу строительном магазине еще раз говорю можно даже не в интернете заказ литьевой силикон я не использую у меня слишком кривые руки для этого льем подставочки под наших друзей смачиваем палец мыльной воде промазываем я ну не особый эстет подставочные знаю люди есть подставочные эстеты которые очень любят подставки там оформлять целыми композициями не честно говоря вообще не не отношусь к таким людям я подставки не оформляю никак в общем одна подставочка у нас готова и скорее всего ее уже даже можно вынимать видите как быстро раз вот она готова здесь она немножечко не пролилась но принципе ну заряжаем еще раз те же чтобы было видно сколько стержней уходит это обучающее видео она обучает как лить в чулочной формы все-таки поставочка это пресс-форма поэтому тут это к прошлому видео я вас отсылаю отлить пресс-форму там я показывал как это все лечится а здесь так по мере необходимости что называется далее у нас эти терминаторы без голов шлемы где мы не валяются терминатор скину долго рыться я не стал значит взял она надо 4 наплечника с вами отлить вот отливаем наплечники точно так же точно так же как в предыдущем видео просто берем и льем форма это сделано хорошо хорошо сделанная форма там можно просто взять налить и она сама прижмет полимер сама его распределить наплечники будут нормальные без косяков литья без я даже не знаю там без без sms регистрации в общем бах-бах где у нас лежит бах-бах нам надо второй бах-бах да знаю есть терминатор с штурмовыми пушками с жнецами пушка жнец не буду я сейчас искать есть у меня это тоже как-нибудь тоже потом сниму мы идем стандартных терминаторов опять же говорю не нравится нам согнутая рука берем вытягиваем ее так еще не просто вытягивающий в плече мы ее крутим чтобы рука была в сторону отставлено вот так это делать можно и когда полимер горячий когда мы его вынимаем и когда он уже застыл там тоже можно покрутить его по всякому опять от ствола к обоими от обоими кулаку от кулака к локтю от локтя к плечу льем немножечко сжимаем я буду это часто говорить поскольку ролики эти обучающие а я в свое время работал педагогом доп образования я привычен по 20-30 раз повторять информацию моя цель чтобы вы эти знания впитали применили на практике моя цель образовательная так значит что у нас нас здесь головы головы от хаоситов одну минутку я на окно посмотрю значит вот на свет головы от хаоситов используем мы две головы вот чубатые чубатые такие головы чубатые с чубами люблю я эти головы с чубами вот тут значит старый силикон был мне надо было отдельно не силикона полимер надо было отдельно чуба отлить орку по моему 2 это башка где какая такая 2 будет не чубатая голова я значит миксую головы как только можно я могу и шлем от обычных десантников терминаторскую броню приклеивать я видел в интернете так можно делать смотрится это неплохо я например головы нобов клею обычным орком а головы обычных орков клею нобом руки миксую вообще все миксую и это все делать можно да когда у вас там дорогие солдатики за 5к да там лишь бы собрать и не знаю сдувать пылинки как вот у женщин есть эти самые бижутерия так вот солдатики но я считаю неправильно солдатики чтобы из них технологовскими пушками по ним полить и удовольствие получать они для того чтобы на них молиться значит у нас давно уже застыли ножки наши ножки эти ножки застыли ведь рисунок все есть на них все отпечаталось прекрасно все отпечаталось вынимаем вот немножечко табарды нас они да вот здесь вот косячок на табарде ну пофигу мне лично такие вещи пофиг порвался у него табарда значит снег рот клинком своим из темноты кольнул и ну типа не смог пробить броню но штаны подрезал вот такие они коварные эти орки командос вот здесь видите не пролился это паровоз на это кенгурятник паровозный не пролился а вот репозинг вот не нравится нам что он так идет раз вот так ноги меняем вот эту ногу вперед ботиночек вниз вот так спускаем прям давим она мягкая сейчас как пластилин а это отводим назад чтобы он то есть меняем полностью полностью меня поздавим на носок ботинка видите снова так согнули то есть у нас была вот такая поза видите да а стала другая по совсем параллельная ну зеркальная короче ведь как можно делать вот так можно делать совершенно спокойно это вот еще один из плюсов литья это репозинг ну чтобы вот ну тут полимер смола она вообще треснет ну там можно хотя бы в блендере 3d программа открыть и сделать распечатать именно такой где тебе нужно вот здесь вот надо угов эту резать и мазать всякой фигней это боже мой это а целый день это как вот стены штукатурить то же самое это такая каторга бесполезная ух не по мне это не выдержит душа поэта снимаем и форму опять же вот у нас здесь есть бахрома вот здесь вот немножко не пролилась но это battle дамаг я буду все время это говорить опять же отсылаю к предыдущему видео что делать если не пролилось да ничего не делать назад форму запихали долили все у вас пролилось как на как вам надо и будет все короче так как вам надо в общем вот здесь бахром бахром очка но здесь уже конечно холодильник у него на спине так нельзя оставлять надо долить не очень красиво грани все-таки надо доливать не они совсем парашник чтобы нас терминаторы были не не с помойки а все-таки пока что декор ай ладно не будем декор лить а то видео за опять затянется нам на полчаса хотя но быстрее у меня не получается я вот эту жу-жу-жу-жу не люблю когда там люди ролики ускоряют в два в три раза быстрее нет нет у меня такого я люблю все медленно обстоятельно значит я помню один человек который я помню один человек который снимал ролики долго рассказывал медленно говорил он говорил очень хорош информацию до ценную вот здесь видите обойма немножко не провелась будь тоненькая а буйма у него так вот ему там писали что твоей ролике классно надо смотреть на скорость 1 и 5 на что он справедливо заметил что если будет смотреть на скорости 1м 5 вы ничего не поймете вам надо три раза лично вам кто так написал а надо три раза на нормальной скорости посмотреть может тогда вы чо некий поймете так вот и здесь несколько раз смотрите ролики не потому что вы тупой или тупая Я не знаю, знаю, женщина тоже занимается моделизмом. Вот видите, долилась вот эта штучка. Здесь небольшой скольчик мы оставим. Не потому, что у вас как бы счет с интеллектом, просто человеческое сознание так устроено, что надо несколько раз, еще раз повторю, несколько раз надо посмотреть. С первого раза очень редко кто что замечает. Надо раз три, а то и раз двадцать. Например, я когда учился, я по двадцать-тридцать раз все повторял, пересматривал, переделывал. Ох, как же это было трудно, но я не сдался, потому что я знал, я увлекаюсь Вархаммером с 2000 года, мне тогда было 12 лет, и я уже когда даже узнал, что есть солдатики, я понял, что их надо лить. Потому что, ну если не лить, то это надо быть или магнатом, а даже если ты магнат, то тебе надо еще ГВ купить, чтобы они, значит, стамповали солдатиков в той позе, в которой тебе надо. Начинаем мы сборку, капелька клея. Сюда надо побольше клея капнуть, потому что мы соединяем ноги Тартароса и грудак простого термоса. Немножечко назад теперь, туда-сюда, и все у нас собралось. Такая тушня получилась. Фу, в сторону откладываем, берем вот такой вот грудачок, пять капелька клея. Совсем-совсем жидкий клей не надо оставлять, вот совмещаем, подмажем пальчиком, чтобы не было много. Значит, у него, по-моему, здесь вот крест не пролился, будет точечка. Ну и пофиг. Точечка будет. Продолжаем сборку, приклеиваем ему руки. Вот у него в сторону будет, так рука отставлена. Как Карл Джонсон, очень классный персонаж из GTA. Он так вот руками машет и говорит, we need to lay low. Так и здесь тоже он будет. GTA Терминатор у нас. Не в плане, что темнокожий, а в плане, что машет руками, как Карл. Где у нас обычный кулачок? Вот обычный кулачок. Начнем с него в этот раз. Вот видите, обычный согнутый кулак. Что там со шлангом? Немножечко опять шланг не пролился, но пофигу. Я на такие мелочи вообще внимания не обращаю. Не пролился, не пролился. Орки подрезали. Так вот этот пластилин, это... Ну у меня тут все в пластилине. Все время процесс идет. Что-нибудь леплю, я говорю, будет роль. Опять так же репозинку, так выворачиваем его плечо. Рука отставлена в сторону. Я вообще люблю такие раскрылатые позы. Все-таки не получилось у меня без деревенского жаргона, но что поделать, привык я. 12 лет за городом я живу. Вот собираем вот такого раскрылатого терминатора, который лезет в пролом. Я показываю просто, чтобы вы видели, как можно репозинг сделать. абсолютно ноги, можно, да, шагать он будет с другой ноги, совсем по другому руку можно сделать. Также вот разворачиваем плечо. Видите, вот плечо было вот такое. Развернули. Стало такое. Да, про возраст миниатюр не сказал, сколько они хранятся, но у меня есть миниатюры, которые я отлил вот в 15-м году. Смачиваем мыльной водой нож и делаем мугоф вот здесь. Чтобы там не была капля полимера, а была гофра. Вот видите, вот такой у нас термос есть и вот такой, вот такие, как лягушечки они у нас. Далее, что? Далее головы. Сперва Тарас с чубом. Вот он у нас. Тарас это у меня петух. Породы такой. Немножко подвязаю вот этот выпуклость. Вот так вот. Тарас это у меня петух такой. Породы хохлатый. И у него чуб такой на голове. Из всех чубатых я называю Тарасами. Привычка такая. И вклеиваем эту башку вот сюда. И вот у нас получился такой чубатый мужик. Петушатый. Смотрит он в сторону. Немножечко. Так вклеилось. Вторая башка у нас будет такая лысая. Я вообще башки хоситов люблю гораздо больше. Сейчас ее немножечко надвить. Тут куча облоя у нее на плешине. Сейчас мы подрежем его. Прямо так по голове режем ему облой. Как колбасу. если у него там что-то не подрежется в пост-обработке, я покажу, как это все обрезать, дообрезать, доделать. Отрезаем штырек снизу, потому что нам надо запихивать в унитаз вот этот вот. Но я по-другому как унитаз не могу это назвать. У меня с детства терминаторская броня унитаз напоминает. Будет такой с кривой рожей терминатор. Что поделать? Видели в Space Marine какой хаосит был? Главный враг в терминаторской броне. Какая рожа у него была кривая. А вот это вот это наверное типа его такой тоже мужик. Вот голова сюда прекрасно встала. И так вопрос о том встает ли башка от обычного космодесантников терминатора. Еще как встает. Вот оно. В общем-то нам осталось приклеить только наплечники. чем мы собственно сейчас и займемся. Видео получается опять полчаса. Но быстрее не выходит. Зато весь процесс заснят на камеру. Вопросы свои пишите. Я постараюсь на них ответить. Постараюсь это сделать оперативно. Вот это были два лысых наплечника. вот этот с крестом терминаторским. Я например вообще не слежу как я приклеиваю наплечники. Короче какие приклеил такие приклеил. Почему права на самолет когда едешь на машине что пристал. Какие права были такие и купил. Чуть-чуть черепочек не пролился. Я буду часто говорить что что-то не пролилось потому что ну бывает так что что-то не проливается это процесс такой. Голова выпала. Потерял голову десантник от даров императора. Посильнее ему приклеим голову. Вот так все. Ой неправильно плечник прилепил. Так оторвали. Заново приклеили. Намазали клеем. И сюда. О вот теперь все правильно. Второй наплечник. Черт говорю если не болтать на камеру просто лить то за это время вот за полчаса я не знаю мы уже 10 десантников бы отлили 15 даже наверное но плюс я еще видите я две формы всего использую так если сразу 10 берешь форму и сначала 10 ног отливаешь потом 10 торсов сразу 20 голов что вот как я ножом дел не тупить не резать кривая башка в утиль или там в коллекцию к моему боссу на мега броню орковскому и новую голову льешь приклеиваем на подставочку на этот раз без оформления вот такой терминаторчик получился у нас один и второй здесь только на носок ему клей выдавливаем потому что он у нас шагайджа и на подставочку вот такой терминаторчик можно конечно было бы поискать все всякие украшательства плащи смотрим это это уже в более подробных видео когда у меня будет время ближе к зиме все будет я не забрасываю канал все будет будут ролики и про скотину и про литье вообще про все вот так а пока с вами был козел альпийский до новых встреч всем пока пока